Архитектурный спуск к Уралу начали реконструировать в прошлом году в рамках проекта «Комфортная городская среда». Ранее он был признан аварийным. Презентовав объект как подарок, набережную открыли перед Новым годом. И горожанами, и экспертами был выявлен ряд недостатков. И в апреле объект культурного наследия закрыли снова, чтобы устранить недоработки и провести финальный этап реставрации. Снова как подарок, обновленный объект презентовали теперь уже ко дню города. Однако и в этот раз в адреса подрядчика и мэрии посыпалась критика. Трещины и скопление дождевой воды на лестничном марше. Только вот теперь исправлять возможные ошибки, скорее всего, никто не станет. Этот этап реставрации был финальным. Вот эту арматуру, ее выпиливали и туда заливали раствор. Что, ну, все говорили, все были уверены, в том числе и я, что вот сейчас-то мы, конечно, увидим идеальный спуск. Что, скорее всего, он не прослужит 50 лет, как нам обещали, мне там в камеру обещали, да, все. 50 лет срок службы. Это суперраствор, который где-то нашли. Подозрения какие-то были еще весной, когда нам сказали. Мы говорим, как же так, почему трещины, почему все перилы в трещинах. И тогда было странное заявление, что мы сейчас проведем экспертизы. То есть спуск сначала сделали, а потом задумали проводить экспертизы. Ну, сейчас говорят то же самое. Как сообщает портал Оренде, со ссылкой на ведомство, мэрия оплатила подрядчику работы, часть из которых не были выполнены. Кроме того, при реконструкции использовались материалы, не заявленные в смете. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Превышение должностных полномочий чиновниками управления строительства и дорожного хозяйства города». Беда для нас, для всех в том, что сейчас никто не выделит столько денег. Даже если будет какое-то дело, даже если кого-то вдруг накажут, у Оренбурга нормального спуска не будет. Понятно, что это совсем вопиющий случай. И ощущение такое, что то ли от безнаказанности, то ли от абсолютного равнодушия к мнению людей, ну, просто сделали вот так. Мы с вами знаем, видим и отклики жителей, то, что вот трещины, вот эти сетка, паутинка, кто как ее называет, она есть, с чем она связана. Подрядчик уверен, что все сделано по технологии. Позиция у нас, у департамента такая, что объект воссоздан. Всегда у любого объекта можно найти какие-то недочеты и подискутировать на эту тему. Рано говорить, давайте дождемся еще какого-то времени, посмотрим, как эксплуатация будет проходить и что нам скажут эксперты по этому поводу. В свою очередь мы, конечно, смотрели, какие у нас нормативы есть. Мы нашли, что не допускаются трещины только в атомных электростанциях, в бетоне. Все остальное, вопрос того, как это будет эксплуатироваться. Отметим, что подрядная организация СКИП заказала экспертную оценку работ. Там считают, что оснований обвинять организацию в некачественной реконструкции нет. Что касается общественного мнения, оно тоже неоднозначно. Кто-то продолжает обсуждать в сети то, что в таком виде спуск едва ли переживет зиму. Однако большинство прохожих, встретившихся нам на набережной, были довольны и часто даже восхищены. Подруга однокурсница в гости приехала. Вот я и привела ее сюда посмотреть. Очень красиво первый раз пришли сюда. Конечно, изменилась красота. Мы голосовали за это, когда были выборы. Нам предлагали, мы голосовали, чтобы было дальше продолжение реконструкции. Довольные результаты? Конечно. Очень так впечатлило строение. Красиво. Молодец, Оренбург. Очень тепло, честно, мне нравятся. Вот эти вот белый мраморный цвет напоминают мне Санкт-Петербург. Вот именно строгость этой линии. Интересно стало. Чистенько, красиво. Ну, ступеньки желательно, чтобы были, как раньше, мраморными. То есть настоящий мрамор. Есть трещинки, которые вот, как бы, пытаются их завуалировать. Но все равно видно, что и трещинки есть, и вода затекает. И сколько это будет стоять, непонятно. Потому что натуральный мрамор, это был натуральный мрамор. Поделиться своим видением реконструкции важного для культуры Оренбурга объекта вы можете в комментариях в нашей группе ВКонтакте или на Ютубе. Мы будем ждать результатов работы экспертов и Следственного комитета. О них сообщим в ближайших выпусках новостей. Отметим, что за два года на реконструкцию спуска к Уралу было потрачено около 60 миллионов рублей. Наталья Богданова, Олег Бриндеев, Федор Бородацкий, городской телеканал ЮТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова